ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Когда он рубил руки, говорил, чтобы я не обнимала детей, не водила машину. Убить проще, в плане, что человек умер и все, а тут ты страдаешь и живешь с этой проблемой. Ну а на суде у него спрашивали адвокаты, да, почему руки, он сказал, потому что они ноги. Так и сказал? Да. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Однажды во время работы в ночном баре Нью-Йорка Муж приказал ей сесть за столик к его друзьям. Наргиз отказалась. Это было запрещено правилами заведения. По дороге домой разгневанный супруг Резким ударом повалил певицу на землю И жестоко избил ногами. Во время одного всяких ударов он сломал ей челюсть. Я ему говорю, за что? Он мне говорит, в следующий раз я тебя вообще убью. Поняла? Я стою и понимаю о том, что у меня... Я не могу закрыть рот, потому что челюсть у меня свернута. Несколько месяцев Наталья Тунникова терпела моральный и физический... ...и унижение гражданского супруга Дмитрия. Во время одной из таких вспышек ярости он избил Наталью кулаками по голове. А затем поволок ее сначала на кухню... ...а позже в сторону балкона, угрожая сбросить 16-го этажа. Сопротивляясь, Наталья сходилась за первый попавшийся предмет. ...им оказался нож. И все. И сразу я получаю ряд ударов. Со словами «мразь, ты опять копалась в моем телефоне». Видимо, я на короткое время потеряла сознание. Очнулась, когда он меня тащил от боли волосяной части волос. Он меня зачем-то тащил на кухню из комнаты. Это Милан. Каждая кукла – чья-то убитая дочь. Это Стамбул. Каждая пара туфель – чья-то убитая жена в этом году. Это Цюрих. Двухдневный перформанс. Каждый может стать свидетелем домашнего насилия, но больше часа не выдерживает почти никто. Это Чикаго. Спектакль-монолог о муже Тиране. Все эти памятки о том, как жить нельзя, я лично собирала по миру последние полгода. А моя родина предпочитает помнить только хорошее. Мы последние в Совете Европы, кто до сих пор не принял закон о домашнем насилии. Как будто его и нет. У нас по-прежнему бьет – значит любит. Каждую четвертую в нашей стране любят особенно сильно. Насилию нет! Насилию нет! Насилию нет! Права женщин – права человека! Права женщин – права человека! Нам нужен закон! Нам нужен закон! Спасибо! Человек, прошедший войну, подсел на алкоголь, поймал белочку, разбил дверь. У меня не домашний насилие, у меня сексуальный насилие. Я пережила сексуальный насилие в 12 лет. Это был мой отец, была моя мать. В детстве я думала о том, что мне нужно обратиться в полицию, чтобы мне помогли. Но я боялась. Речь касается моей тете, когда ей было лет 25, наверное. У нее был сожитель. Все дошло до того, что он пытался скинуть ее с восьмого этажа, прямо с балкона, влечены в прослетки. И там прямо с восьмого этажа видно вот, собственно, почтовые ящики, которые находятся на первом. Поэтому она просто могла умереть. Она вцеплялась прямо в этот бетон, в перила, чтобы не упасть. Орала, что я не хочу умирать, пожалуйста, отпусти меня, я хочу к своему сыну. Если бы не соседи, она бы уже была нам мертва. В детстве я стала свидетелем избиения женщин, когда они вытирали кровь с лица и потом варили суп самому мужу, который их избил ногой. Отец моей одноклассницы, он ее побрил на лысо и избил. И она ходила в парике, в школу вот так. Другую девочку отец за такой степень избил, что он ее бил скалкой, и он сломал скалку. И я как бы это каждый день видела. Я вот сейчас, если честно, рассплsti, если вы меня будете дальше спрашивать. Мне очень сложно держаться. Мы требуем закон о товарищем насилии! Мы требуем закон о товарищем насилии! Мы требуем забота на вашей жизни! Я вчера прочитала у тебя очень смешную шутку в инстаграме по поводу как раз маникюра. Это серьезно? У тебя все спрашивают? Да, бывает. Делаешь ли ты с 50% скидкой? Да, но я делаю с 50% скидкой. Спасибо моему мастеру. Когда я не обсуждала, я прям сразу хоп... Половина. Да. Все, герать, да? А мы быстро начали ее делать маникюр? Через сколько? Мне кажется, месяца даже не прошла. Нет. Ты приходила, что спица торчала. Ого! Да, она выбилась через кожу. Есть, я же фотографирую. Подожди, нет, я с протезом уже была. Без протеза. Без протеза? Ну, ты на ноги пришла. Первый раз пришла на ноги. А-а-а! Да, у меня, когда хирург вытаскивал спицы, я говорю, мне больно. И он так еще посильнее тащит. Потому что это хорошо, что чувствительность возвращается. Вначале, я говорю, я же ничего не чувствовала. И я, он мне зимой говорил всегда ходить в перчатки, потому что рука может замерзнуть, и я не почувствую. Ну, как бы... Нервное окончание? Да, нету. Сейчас, да, холод, горячее возвращается, но мне там неприемно, если по мне водить вот кисточкой. Кота, когда я глажу, я чувствую, ну, не так. Ну, я сравниваю, например, с 10 гладишь, но это частью тела. Другие ощущения. Он вывез Маргариту в лес, где после полутора часовых пыток... Отсек ей обе кисти рук. И, цитата, раскрашила. Когда вам дочь первый раз вообще пожаловалась? Или, ну, это же стыдно первый раз сказать, что меня побил? Первый раз, да, она это и сказала, как бы после того, как это произошло, как он ей позволил до меня доехать. Это было, наверное, у меня через два. После того, как он ее первый раз избил. Как она это сказала? Она приехала ко мне, да, она скорее показала мне синяки. Я, в общем-то, поняла все. Он же в ту ночь, когда меня побил, закрыл двери, забрал ключи, забрал телефон. Я не могла никому позвонить. Я вылетела из связи, ну, там, ото всех, от подруг, от мамы, потому что телефона не было, это был прям жесткий контроль. То есть ты даже из квартиры не могла выйти? Нет, ключи забрал, дверь закрыл. Периодически подбегал, замахивался и бил. Ну, дети были рядом, они слышали. С утра они, ну, спрашивали, папа тебя побил, у тебя вот синяки. С утра я отвечал, что да, ну, как бы они слышали и понимали. Но они, я говорю, запомнили это, и они потом ему говорили, что папа, ты плохой, тебя надо посадить в тюрьму. Спасибо. У них произошло какое-то отдаление, и, наверное, началось это, как она работать пошла. Мы просто стали отдаляться. То есть до этого она сидела в декрете и как бы все время дома и при нем, да? Да, тут я даже не знаю, что ему. Может быть, что-то ему не нравилось, что там мужчина есть. Может быть, что у него как бы карьерный рост был более успешный, чем у него. Ну, как мне кажется, что вот ему было тяжело представить другую причину, что развод – это не потому, что хотят с ним развестись, а значит, видимо, она гуляет, нашла кого-то другого. Она пошла детей спать ложить, а телефон оставила на кровати лежать. Посмотрел, там было сообщение Саши в обиде. И там было, ну, сообщение, был текст «Ты уже дома?». Не просто «Ты дома», а «Ты уже дома». То есть через 10-15 минут после того, как она приехала домой. Но у меня фляга сместанула, я ее пару раз ударил. Извините выражение, пожалуйста. Извините, да. В общем, я вышел из себя. Я вышел из себя и ударил ее по ногам где-то три раза. Я предложила ей на следующий день сходить и снять побои. Ну, я как бы не очень в юридических вопросах в этих разбиралась, с этим не сталкивалась. Но в моем понимании было, что если уже есть подобное заявление и вдруг что-то повторится, то наказание будет строже или какие-то, ну, меры действительно серьезные примут. Ну, я так как обывателя рассуждала. Так, чтобы вы поехали. Это где это снимаются эти побои, во-первых? Я тоже не знаю. Приемный покой. Это нужно... В какой-то больнице в городе. Это надо ехать в больницу и там фотографировать, чтобы врач это зафиксировал, да? Ну, они даже не столько фотографируют, они записывают это. И мы пошли, отпросились обе с работы, пошли в Семашку. Здесь недалеко как раз она, где мы находимся. Вот тут эта больница. Мы почти дошли до нее. Но так они дошли, повернули обратно, потому что Рита сказала, я банально боюсь. Мне было страшно, что это еще вызовет больше агрессии, ничего не изменится. Я хотела, я говорю, вывезти вещи, спокойно переместиться и дальше уже идти в полицию. То есть ты сразу тоже не пошла заявлять, потому что ты боялась, что ты вернешься потом в дом, где он? Да, конечно, и это он агрессивный будет. А когда вы все-таки решили все-таки отнести это заявление? 12 ноября Рите было 25, а это стало быть было 10 ноября. Он вывез ее в лес, уже по дороге угрожая ножом. В машину она села после садика, он говорит, я отвезу на работу и повез в лес. Это они уже не жили вместе? Уже не жили, да. Машина была у него. Просто многие спрашивают, почему она ездила тоже. Вот тут приходится почти отправдываться и отбиваться. Это и на суде было. Почему она садилась в машину? Ну, во-первых, конечно, никто не знал, что у него вообще в голове зреют такие мысли, и такое даже придумать невозможно. Во-вторых, люди имеют право цивилизованно общаться после развода. Еще да, они не развелись, но как бы предполагалось, что детей будут все равно вместе растить. Поэтому, ну, естественно, раз он машину забрал и предлагает помощь с детьми, казалось, что это как-то естественно и хорошо, и слава богу, что помогает. Ну, а тут уж вроде и до работы, да, бросить. Ну, вот это был вывоз в лес с ножом после этого. Ну, мы созванивались тогда плотно, потому что, да, там было тревожно. Я просто по голосу поняла, что что-то не так. Она даже и в этот момент не стала мне говорить. Ну, я как бы уже стала расспрашивать. Я говорю, точно все нормально? Я говорю, мне не нравится как бы твой голос. И она, когда об этом рассказывала, она произнесла, сказала, что я действительно сильно испугалась. Тебе было легко рассказать подругам о том, что он тебя ударил? Ну, на самом деле, я поначалу скрывала, никто не знал. Это стыдно, что это как бы мой муж, это мой выбор. Я же сама этот выбор сделала. И тут ты синяком под глазом. Фотография есть на телефоне, но я ее никому не показывала. Она у меня только так, на случай, что если вот мало ли что, то адвокату только. Потому что, ну, реально это стремно. У нас вообще люди неприучны говорить. Это тоже правда. Вот эта вот специфическая русская немота во всем, что касается личных отношений, это тоже, конечно, беда. Тут я очень рассчитываю даже не столько на просвещение и смену культурной парадигмы, сколько на всеобщую прозрачность. Мы видим ее, так сказать, темную сторону, да, когда там вываливается всякое интимное на всеобщее обозрение, там переписки публикуют и прочее. Но на самом деле это великий дисциплинизатор. Как камеры слежения снижают преступность, в этом есть очень много дискомфорта, особенно для тех, кто в этом не родился и не привык. Но в этом есть и очень много новой безопасности. В том смысле, что люди просто будут знать, будут опасаться, скажем так, что то, что он там сказал, кого он за попу ущипнул, это где-то кто-то снял, сфотографировал, рассказал. Она расскажет, она напишет. Там, опять же, к специальному сотруднику она не пойдет, потому что, может, у нас нет таких сотрудников. А в Фейсбуке она напишет. И пойди потом, имей все эти 10 тысяч неприятностей. Мне хочется как-то сделать так, чтобы вот о насилии можно было поговорить как о чем-то, не то чтобы само собой разумеющимся, конечно, но не о чем-то таком секретном, а табуированном. Вот можно прийти навстречу, да, к друзьям, которых... Ты знаешь, у меня муж поднимает. Да, да, и все скажут, ой, это не классно, тебе так делать больше не нужно. Давай мы сейчас вот там зайдем на этот сайт, смотри, тут написано, что вот где там можно пойти в кризисный центр, давай им напишем, вдруг они тебе скажут, где психолог, где юрист, и что-то сделаем. Мне хочется, чтобы силами нашей организации, силами наших просветительских проектов мы понижали порог толерантности к этому насилию. Чтобы не рассказывали об этом спустя пять лет, когда там уже все плохо, а когда можно было рассказать после первого, второго, десятого свидания, и все сказали, ну ты чего, зайди на сайт, пройди тест на признаки психологического насилия, это вообще не классно, тебе это вообще не нужно. Субтитры сделал DimaTorzok Что его разозлило тогда, в тот вечер? Разозлило его элементарная вещь, что я посмотрела его телефон, для него это оказалось фатальным моментом. Там еще с родственниками, с его была вот такая вот какая-то странная, то есть они, естественно, там поддерживали его и крайне негативно относились ко мне. Он им рассказывал, видимо, как плохо со мной живется там или еще что-то. И заглянув этот телефон, я сразу вижу обсуждение, то есть в крайне негативном свете выставляют меня в сообщение. Я решила спросить у него, просто спросить, зачем ты так обо мне говоришь. И все, и сразу я получаю ряд ударов со словами «мразь, ты опять копалась в моем телефоне». Видимо, я на короткое время потеряла сознание. Очнулась, когда он меня тащил от боли волосяной части волос. Он меня зачем-то тащил на кухню из комнаты. За голову тащила на кухню? Да, ну это как мешок. Балконная дверь, заказывается за моей спиной. То есть он продолжает эти удары наносить. То есть я пытаюсь, ну практически я еще стою, но на грани уже падения, я там цепляюсь за этот стол. Мне уже казалось, что моя шея вообще, ну что ж, она сейчас просто упадет, моя голова от ударов такая. Момент. И тут вот что-то, вот эта защитная какая-то реакция. Потому что он выталкивает меня просто к открытой вот этой зияющей балконной двери. То есть я нащупываю просто и делаю движение отмашки, все. И что я увидела первое, это то, что вот он свой бок сам держится, значит, там полотенце кухонное. Вот что-то, что-то за бок держится. А я продолжаю его бояться. Хотя вот уже, ну получается, удары закончились, но я продолжаю бояться. И просто вот сижу на полу внизу в коридоре. Ужасно, конечно. Это была крайняя угроза. То есть это, возможно, был последний день в моей жизни. В этот день. КОНЕЦ А кто вызвал полицию? Он вызвал, я так понимаю, медицинскую, медиков. А те вызвали? А те вызвали, видимо, полицию. Ну вот люди приехали. Надо же объяснить ситуацию или как? Он сразу сказал, что я ударила его ножом. Причем он сказал, что я ударила его ножом в ванной комнате. Ну просто подошла и ударила его ножом. Поэтому сразу реакция полиции для меня тоже была вообще. То есть об этом мы потом уже все это обговаривали. И мы понимали, что это нормальная, оказывается, реакция. Вот когда женщину хватают и везут в участок. По сути, жертву превращают в преступника. И смотрится, значит, какой тяжести, вред здоровью я нанесла, жертва нанесла, спасая себе жизнь. И в моем случае это был тяжкий вред здоровью. Потому что у нас считается, что любое проникновение в орган, хоть миллиметр, хоть это просто без угрозы для жизни, оно все равно считается тяжким вредом здоровью. И заводится уголовное дело автоматически, по факту. Ну стандартная у них схема, то есть заходят там по пять человек. Ну один, потом второй, потом третий. Говорят, ну признайтесь в том, что вы умышленно нанесли тяжкий вред здоровью. То бишь я должна подписать это, ну как чисто сердечное признание. Мы вам дадим хорошего адвоката, все будет хорошо, минимальный срок. Вот, только подпишите. Вот, я говорю, я вообще ничего не понимаю. Вот, вы мне скажите вообще, что происходит и что там с человеком. Ну вот, то есть я спрашивала об этом. Да, там все хорошо, вот, но тем не менее, типа вы должны признаться. То есть попасть в больницу на какое-то обследование, вот уже когда тебя привезли в участок, это практически нереально. То есть мне плохо. Они вызывают бригаду скорой помощи. Бригада скорой помощи заходит, видит меня в клетке. Ну вот, вот в этой вот, как она называется, я не знаю, обезьянник. Вот, и им сразу с порога, то есть я там еле лежу, скажем так, на этой вот палате. Вот, а им с порога сотрудник дежурный говорит, она ударила ножом мужа. И они просто на моих глазах разворачиваются и уходят. Даже не осмотрев? Даже не осмотрев. Абсолютно. Обалдеть. И это, конечно, шокирует. Ну я в таком зазеркале оказалась. То есть мне плохо, окажите мне помощь, мне надо в больницу. Вот, и вот такое происходит. Несколько карет, скорая помощь, и у них такая же совершенная реакция. А, тут все понятно, и они уходят. Вот, и это уже было из последних сил, видимо, да, то есть мне не хватало воздуха, и меня как бы вот в этот момент, когда очередная скорая приехала, меня вывели из этой клетки. Я просто вот так впритык подхожу к даме, с каменным лицом она, вот, и я вижу просто, фокусирую взгляд на бейдж. Вот, и начиная вот как панамарь вот так вот повторять там ее фамилию, имя, отчество, фамилию, ну просто как вот какую-то речитативом каким-то. И я говорю, вы понимаете, что если я умру, я вот, ну это уже, ну мне было очень плохо. Я говорю, скорее всего, у меня отек мозга. И тут она обо мне в третьем лице обращается к дежурному вот этому сотруднику полиции и говорит, слушайте, я все-таки ее заберу в больницу, иначе она меня затаскает. Вот эту вот фразу я тоже запомнила на всю оставшуюся жизнь. И вот таким образом я только попала в больницу, где, и это были ключевые вот эти вот медицинские данные. Вот, они потом помогли в экспертизе, потому что у меня оказались не просто побои, а там закрытая черепно-мозговая травма. Вот все, полное количество поселяний. У меня вот такие допотопные представления были о том, что это, наверное, какой-нибудь алкоголизм чей-нибудь, вот это вот все обычно бытовушка. У вас так же? У меня то же самое, вот, то же самое, абсолютно. Я считала, что вот такая ситуация, которая сложилась, потому что домашняя насилия вообще, это все-таки порождение, порождение маргинальной какой-то среды общества. Вот, что бьют, наверное, женщины, которые там совместно выпивают. В моем понимании, точно не бьют женщин с двумя высшими образованиями, экономическими, юридическими. Вот, и сейчас я с этим везде и всюду, то есть когда я слышу вот эти вот, это очень любят говорить на всех передачах, на всех шоу, везде и всюду, как раз-таки представители РПЦ. Они очень постоянно вот эту вот тему, что добьют только опущенных женщин из маргинальной среды и так далее. Меня сразу начинает просто трясти, да, и я без стеснения на собственном примере начинаю вот просто говорить о том, что это возможно с каждой, с любой женщиной, независимо от ее статуса, повторюсь, положения в обществе и так далее. Чаще это все-таки неблагополучные семьи, где напились и подрались, например? Или это все-таки абсолютно нормальные семьи и мужья? Ну, если мы будем говорить про тех, кто к нам обращается, то есть это те люди, которые там пользуются интернетом, смотрят какие-то там телевидения или интернет, то это в основном женщины, которые уже несколько раз родили. У них по такому стандартному сценарию была задача сидеть дома, воспитывать детей, у них нет денег, потому что они занимались домашним очагом, и у них абсолютно экономическая зависимость, и они просто не знают, куда идти, они не знают, что делать, потому что им все говорят, что, ну, а что, нормальный мужик, ну, всех колотит, ну, подумаешь, ну, бывает, зато дети, посмотри, какие. Муж у меня является известным в моем городе бизнесменом. Я его имени называть не буду, но кто увидит, тот поймет, как бы. То есть вы селебрите? Ну, я-то нет, он-то да, потому что его организация в нашем городе очень известная и очень крупная. Они занимаются благотворительностью, достаточно серьезной такой. Они церкви строят, они детским домам помогают. В том числе он строит приюты для женщин, которых бьют мужья. Финансируют, да. Это издание забавно. Да. Понимаете, тираны, они же все успешные, они в обществе, они лидеры. Их знают всех, почему вот женщин, да, когда происходит насилие, им никто не верит, потому что это невозможно, потому что для всех они хорошие, а дома-то они другие. Этот, вот этот вот самый Ернур, в обществе люди просто от него млели. Просто млели. И когда моя мама рассказывала, предположим, нашим родственникам о том, что там произошло то-то, то-то, они не могли поверить в это. Как? Он? Да в жизни невозможно поверить, что он мог. То есть вот эти люди, они еще имеют такой… Наоборот, притягивают к себе, да, очаровательность. На конкурсе эстрадной песни Юрмала 86 многие зрители обратили внимание на 16-летнюю исполнительницу из Ташкента Наргизу Закирову. Сейчас Наргиза много выступает с концертами, она популярно любима у себя в республике. Начала учиться на первом курсе эстрадно-цирковой студии. Он был менеджером проекта в Алма-Ате, он назывался «Голос Азии». И как раз он приехал отбирать участников для этого конкурса. И я была одним из участников, то есть претендентом на конкурсанта. И так мы познакомились с ним. Он очень красивый, он очень статный, он был очень модный. И он выглядел как мужчина моей мечты. Я уже была беременной от него. Это были первые месяцы беременности, это как раз было до того, как мы собирались уехать в Америку. Уже об этом говорили, он уже об этом знал. Я переехала жить к нему в Казахстан на съемную квартиру. И, собственно, там все и началось. У меня была единственная приятельница, к кому я могла пойти. Я ходила к ней в гости, а потом, когда я приходила домой, я там находила какие-то женские расчески в этом доме или еще там что-то. Что-то такое по этому поводу я ему сказала. На что он меня так просто молча, очень сильно в грудь вот так вот толкнул. Я упала на кровать и ударилась головой об стену, вот будучи беременной. Второй раз это произошло уже в Америке. Помню, я сделала химическую завивку. И он пришел с работы. Я помню, мы легли спать. А, наверное, знаешь, что такой специфический запах после этого долго на волосах остается. И он такой принюхался и говорит, а что это такое? Ты что, химию сделала? Что-то ты делала с волосами или покрасила? Я говорю, нет. И он меня очень сильно ударил. Причем ударил в бок. И причем это был удар такой кулаком. Он мне там с матом сказал, ты что, сука, охуела? Мне врать ты будешь. Я просто даже, я для меня, я просто потеряла дар речи. Для того, чтобы что-то изменить, нужно не только правовое регулирование, но и работа с восприятием этой проблематики. Спасибо. Если мы будем говорить про разные виды насилия, их всего четыре, которые такие официально сейчас специалисты обозначают. Это физическое, психологическое, экономическое и сексуальное. Что такое психологическое? Когда мы говорим вообще про насилие, любое, в том числе психологическое, мы должны понимать, что это, грубо говоря, когда один человек пытается систематически подавлять другого. Он его контролирует, он навязывает свою волю. И с психологического насилия оно все начинается. То есть как бы человеку разрушают постепенно самооценку, его очень часто пытаются изолировать от его привычного окружения. И главное, что в отличие от семейного конфликта, у домашнего насилия никогда нет конкретной причины. Это именно система. То есть постоянно происходит недовольство и никогда нет возможности предугадать, что в следующий раз будет той самой причиной. То есть правильно, простите, правильно ли я понимаю, что психологическое давление, это типа что, ты без меня никто, зачем тебе подруги, когда у тебя семья и муж, и там дети, примерно так, или там ты не пойдешь на работу, потому что ты должна стоять дома у плиты. А когда он ударил впервые? Первый раз он ударил меня осенью прошлого года. Я вызвала полицию. Ударил он за то, что я якобы вот я ушла с подружкой и увиделась. А как он это объяснял? Почему тебе нельзя встречаться с подругой? Потому что твои подруги плохие. Они проститутки там, то есть оскорбления постоянно звучали. Родственники тоже у меня плохие. Ну, все. То есть это именно его желание оградить тебя от вообще контактов с внешним миром? Да, полностью. Когда я сидела в декрете, то есть еще более-менее как бы было. То есть я же дома была, я с ребенком. То есть мне никуда выйти не... И возможности не было. Если ты выходишь, то ты с ребенком. То есть он еще как-то более-менее реагировал. Ну вот мы с подругой, например, пошли увидеться осенью, посидели в кафе, выпили там по бокалу вина, поужинали. Мы пришли домой, и начался скандал, что ты якобы... Ну вот начались обвинения, что ты тут пьяная вообще валяешься, хотя я нормальная. Вот я просто бокал вина выпила. Ни с того, ни с сего вот такие начались обвинения. Ну и то есть он ударил меня при ребенке. Экономическое насилие – это когда один из партнеров запрещает другому получать образование или выбирать работу, или наоборот навязывает, как это должно происходить. Но если возвращаться к такой упрощенной семейной жизни, очень часто это выглядит так, что партнер, в основном, это, конечно, мужчина, который зарабатывает деньги. Да, он контролирует все траты. То есть он выбирает, что в семье должна есть, в какой одежде ходить. И если женщина отходит от этого предписанного пути и, на свой взгляд, купила продукты, то ей как бы приходится извиняться за то, что она потратила там лишние 10 рублей. И вот это вот состояние постоянного ощущения вины за то или иное действие. То есть это такой постоянный стресс. Если говорить про Англию, например, там очень интересная система. Если у женщины нету своего счета в банке и нету каких-то своих денег, которыми она может распоряжаться, это уже звоночек для социальных служб. Хорошо, самостоятельно еще 4 повторения. Еще 3. Могло быть такое, что вы его в плане, ты мало зарабатываешь? Нет, вот такого не было. Просто я не понимаю, на что зарабатывала я. Да, то есть тогда у меня был период, вот когда это первый раз случилось, был период, и меня выдвинули кандидаты муниципальные депутаты, и мне нужна была очень его поддержка. И вот как раз на эту тему мы разговаривали, что поддержи меня, просила его поддержать меня. Сейчас будет сложный период, да, а он пустился в рассуждение, что вообще зачем тебе это нужно и так далее. И начал рассуждать, если ты проиграешь, что будет, да, если ты выиграешь, что ты от меня отдалишься, но... Чем он работал, Наташа? Он работал автослесарем. Он заработал меньше, чем вы? Абсолютно верно. Вас это волновало когда-нибудь? Нет, волновало это его, потому что были моменты, которые меня просто приводили в ступор, потому что он пытался делить мои деньги. То есть у меня дочь, которая училась тогда в академии, когда я получала свои деньги, он, ну, и, я говорю, ну, мы как бы условно делили на три части эти деньги, да, меня это вообще убило. Он крайне возмущался тем, что почему на три части, с какой-то стати я, значит, ну, почему Валерии, моей дочери, значит, должна быть третья часть, не жирно ли ей будет молоденькой девушке? Ну, вот такого рода разговоры, плюс к этому злость на других успешных. Вот. Это была ему крайне присущая такая, такой момент, потому что он много раз высказывал, он завидовал людям, которые приезжали к нему на сервис, на дорогих машинах, какие они противные, и мне так прям и хочется их, прямо вот настолько они противные, что мне и хочется ударить, но я на работе. То есть он у меня все проговаривал. И вот эта нерастраченная агрессия, в нем она вот копилась, 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 и потом вот в эти, в момент обострения весна-осенью, вот, она вот, ну, он нашел во мне. Вот когда был третий, именно вот тогда момент, когда он мне сломал челюсть, это был вот тот самый последний момент, после которого я сказала, что все. Я работала на то время в ресторане, в клубе, в одном из самых известных клубов Нью-Йорка, русском ресторане, и туда приехал мой муж, в один из вечеров, и приехали его какие-то друзья из Казахстана, боксеры, вот, он сидел с ними за столиком, и подошел ко мне в какой-то момент, и говорит, слушай, подойди, пожалуйста, за столик, там, посиди с нами. А наш босс, он не одобрял все это дело, он не разрешал артистам, музыкантам, ну, то есть певцам, музыкантам садиться за столы. Вот, я ему сказала, что я не буду садиться, потому что такая-то, такая-то ситуация. Он промолчал, промолчал, после чего мы закончили работу, сели в такси, доехали уже практически до дома, вышли, и вот мы до подъезда идем по тротуарчику. Вдруг абсолютно молча, неожиданно он разворачивается и бьет меня кулаком в челюсть. И я падаю в эту изгородь просто ногами вверх, и он начинает меня пинать ногами. Наверное, вот к моему счастью, подъехала полицейская машина. Его взяли спалично? Нет, его не взяли. Подъехала под полицей... А, он меня бил, 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 когда подъехала эта полицейская машина, он меня за шиворот вот так вот вытащил из этой изгороди и так поставил. Полицейский открывает так ногу, и показывает, значит, кольцо. Мэм, you all right? Меня спрашивают. А я просто настолько была растеряна. Говорю, I'm fine. Are you sure? Yes. Полицейский уезжает. Он уходит спокойно домой, и я понимаю, что мне срочно нужно идти в госпиталь. Прихожу туда, меня сразу в emergency принимают, осматривают, и доктор говорит, скажите, вы будете подавать? Заявление. Заявление, да. Я говорю, нет, я не буду подавать, я упала. А она мне говорит, нет, вы не упали. Я знаю, что это такое, и не нужно мне рассказывать. Вы будете подавать заявление? Я говорю, нет. Она говорит, почему? Вы хотите, чтобы еще раз с вами это произошло? Я говорю, я не думаю, что это произойдет еще раз. Я пробыла там, ну, наверное, часа три все вместе, пока мне сделали MRI, пока посмотрели, что и как. Посидела тут, подождала, пока я дождалась вот этих вот снимков, там всего этого дела. И я уже иду на выписку, и я смотрю, стоит он. А время где-то 7 утра. Стоит он, вот с такими глазами, и он меня назвал, маленькая моя, маленькая моя, я тебя так люблю, ну, прости меня, пожалуйста, прям на колени. Нужно понимать, что есть определенный цикл домашнего насилия, это всегда вот как бы такой круг, и он повторяется, и всегда после акта агрессии идет, как психологи называют, стадия медового месяца. Тебя залюбливают наоборот. Да, все задаривают и подобное. И женщины искренне верят, что как бы если она будет вести себя удобно, то этого не повторится. Но это никогда от нее не зависит, потому что именно агрессор принимает решение, за что наказать. Он ищет повод наказать. И женщины, они как бы часто именно на этой стадии забирают заявление, когда там все цветы к ногам, обещают, о кого никогда не будет, но после этой стадии опять начинается весь этот ужас. Вот, кстати, про вот этот вот расклад говорили адвокаты, что сначала начинаются угрозы избиения, потом, как правило, бывают тяжкие телесные или вывоз куда-то, пугают, угроза жизни, а потом уже происходит само преступление или убивают, или что-то такое делают. И она говорит, как правило, вот эта вот цепочка, это год-полтора. Это тоже как бы классика. А здесь очень стремительно все произошло. То есть, по сути, вот это все началось с момента, как он понял, что она действительно хочет развестись, накручивал, накручивал себя, он бросил работать, он стал следить, ездить и за служебной машиной, и за ней, и буквально там какие-то уже странности, что если он врывается в квартиру, ага, отсутствуют там формочки от кекса, значит, ты отвезла любовнику. Ты была в аптеке, дай сюда мне чек, здесь должна быть графа презерватива. То есть, он уже, ну, как-то вот уже, знаете, неадекватно, мне кажется. Человек уже вот просто себя. И его, конечно, еще выводило то, что она достаточно спокойно на это реагировала. То есть, там, ну, порезал пальто, она выдавила все там тюбики, косметики, все как бы. Ну, она вздохнет молча, промолчит, и все. Ему хотелось какого-то вот, как ей плохо. А, посмотреть на это, в смысле, почувствовать. Заявление у меня приняли, ну, это был другой участковый. Потом другой участковый передал другому участковому. И через только 19 дней он мне перезвонил. Я еще тогда сказала, говорю, ничего, что 19 дней прошло уже. У меня могли, да, 19 раз увидеть точно. И понятно, что никто не ездил на место происшествия. В тот момент можно было взять, ну, протекторы шин, посмотреть, вообще, была ли там машина. Это когда с ножом? Да. Никак, никакой вообще реакции. И полиция такие заявления очень не любит. Ну, типа, муж и жена, если просто сожители, то скорее полиция как бы откликнется. А здесь муж и жена, сами разбирайтесь. Поэтому они, в общем-то, откровенно даже дают понять сразу, что, ну, дети растут, вдруг захотят куда-нибудь в ФСБ, в полицию, а у папы будет репутация подпорчена. Ну, подумайте еще раз, надо ли вам это. Это вам такое говорили? Да. Я просила, не закрывайте дело, мы боимся, мы считаем угрозы реальными. Он спокойно все закрыл, ушел в отпуск, и через три дня все случилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Потом, когда пришили руку, я не смотрела первое время. Я помню, что я на перевязках закрывала глаза. Страшно увидеть. Ну, и там же, да, там вообще была огромная рука, открытые раны, спицы. Вот. А потом, ну, и потом и врачи говорили, все равно надо смотреть и привыкать к себе. Ну, как-то постепенно. Ну, первые дни я помню, что, да, я закрывала глаза, не смотрела. А первая мысль, когда увидела? Понятно, тут уже не до красоты. Тут важно. И вообще, первая мысль была, там были периоды, что первая там неделя, иногда что-то рука прижилась. Ее можно пришить, она отторгнется, ее тогда ампутируют. Я как-то больше думала об этом. Там семь, потом четырнадцать дней. Потом, ну, какой-то период, когда, да, там три недели прошло, тогда уже все, рука прижилась. Я больше думала об этом. Если бы мне сказали за неделю до совершенного мною преступления или за месяц до совершенного мною преступления, если бы мне кто-то сказал, что я совершу такое преступление, я бы ему как минимум, как минимум не поверил. Я бы ему просто посмеялся, сказал, что это бред, я такого никогда не смогу сделать. Поэтому я не могу сказать, что бы я сделала, если бы Маргарита сказала, отпусти меня. И отпустил бы я ее, или нет. Музыка Работали психологи? Да, месяц был в институте сербского, да, он вменяемый, адекватный и не в состоянии аффектов. Человек за 10 дней купил топор, жгуты и все продумал, сдался в полицию, отвез меня в больницу. Ты хоть раз увидела в Раскае? Нет, там нет его, и на последнем слове он читал свои стихи собственного сочинения. Это похоже на него или ты видишь совершенно другого человека в данный момент? Нет, это не похоже, и вообще, ну, то, что он, понятно, он защищает себя, он ходил на все судебные заседания с бумажками, записывал, спрашивал, все. Нет, он отрицает похищение, он спрашивал у меня, сколько было светофоров, лежачих полицейских, ну, в плане, что я могла выпрыгнуть и уйти. А, типа, что у тебя всегда было... Раскаяния там нету, да. Вообще. Скажите, а в лес вывозить у вас тоже принято? Принято, принято. Мы осуждаем его за этот поступок. Да вы говорите, осуждаю, а дальше оправдываю. Я не оправдываю, а то, что сделал он монстр. Вот вы можете представить, что с вашей дочкой такое случится? Вот что вы будете чувствовать? Вот растите, растите ребенка. Нет, вы не скажите, вы можете себе представить, что с вашей дочкой и что? Какой у вас был такой мотив рассказать об этом сестра? Это был первый день. Я вспомнила, ну, не знаю, такие, конечно, личные моменты, но тем не менее. У Дмитрия есть друг, там была такая ситуация, ну, я, конечно, говорю со слов и косвенно, ну, примерно так, что кто-то, по-моему, сделал замечание в подъезде, и этот друг его избил, он впоследствии скончался, этот мужчина. Ну, не знаю, кто там был прав, кто виноват, этого я не знаю, я это уже услышала, я так понимаю, когда там прошел год, допустим, или два. Ну, и как бы родственники Дмитрия Грачева, были какие-то, видимо, возможности. Ну, понятно, что, опять же, деньги. В общем, наказания никакого не было этому другу. Вы испугались, что, может быть, та же самая ситуация. Ну, все, закрыли. Я подумала, что своему родному сыну, там, ну, в смысле, если это был друг, я вот этого испугалась, честно говоря, в тот момент, в первый день. И я подумала, что да, наверное, ну, как бы я не собиралась на центральные, там как-то сразу, конечно, СМИ, а своим, что да. Ну, а так как это все прошло по местным СМИ, сводка пришла, стали все звонить. Я даже не успела обратиться, потому что все начали звонить, спрашивать здесь, фамилия твоей дочери, это на самом деле у тебя. Потом на следующее утро вот Мясников у себя пост выложил, что мои хирурги собрали руку, и как бы все это. Слушай, ну, он, блин, конкретно заехал прям в глаз кулаком. Да, так при том, что нет ни кулаком, а даже запястьем, но сила настолько вообще, настолько физически, он сильный, что вот это вот сразу гематома вышла. И это еще случилось 1 июня, то есть в день защиты детей. Защитничек, блин. Да. То есть аудиозаписи, его угроз, у меня все это сохранено, фотографии, в случае, что я не сумасшедшая, что я доброго, честного человека там не оклеветала. Да, оговариваешь. Да. Я вызвала полицию, приехал на ряд, то есть нас забрали, его вызвали в полицию, там, при том, что в полицию тоже, ну, такие же, как я, девочки, как мы с вами работают, молодые. Да. Ну, он приехал на своем огромном джипе, они хотели с ним, ну, беседу же они проводят, но он их просто послал на три буквы, и все, они сами испугались, то есть никто ничего сделать, как бы. Полицейский. Конечно, ну, это же как бы, ну, он честно сказал, что мне 5 тысяч штрафа дадут, ничего не будет. Ты забрала заявление? Нет, я его не забрала, больше, ну, я не знаю там, мне никто не звонил ни из полиции, ни откуда. Заявление я не забирала. Мне кажется, они сами. Вот, например, в Екатеринбурге у меня девочка сидит, она с побоями, просто ее в мае избили, и до сих пор просто суда даже нет. Хотя суд, мед, все было, просто суда даже нет. Она звонит участковому, а участковая просто отмораживается, и все. То есть это невозможно довести до суда. Есть ли у нас практика того, что правоохранительные органы чаще всего, когда женщина заявляет о том, что там над ней совершаются насильственные действия, говорят о том, что сама виновата? Значит, ну, смотрите, полицейские меньше всего заинтересованы в том, чтобы кого-то воспитывать. Они, прежде всего, не хотят работать. Вот здесь можно не работать, они будут не работать. Поэтому, когда к ним приходит кто-то с заявлением, они всегда думают, как это заявление не принять. Потому что для них каждое такого рода дело, настоящее, не то, которое они сами выдумали, в рамках борьбы с экстремизмом или с какой-нибудь молодежной политической организацией, а настоящее дело – это потенциальный глухарь, потенциально нераскрытое дело, потому что настоящее дело надо как-то раскрывать, а этого не хочется делать. Поэтому они отговаривают всех, в том числе и вот этих самых женщин тоже. С женщинами они это делают особенно часто, потому что, страшная цифра, 70% забрат их заявлений, жертвы мирятся с агрессорами. В рамках ли той динамики, которую вы описали, там, нападение медовый месяц, новое нападение, либо каким-то другим причинам, либо, опять же, потому что людям некуда друг от друга деваться, или подача заявления была элементом, там, как вот воспитание внутрисемейного, вот смотри, я на тебя там написала, теперь ты будешь хорошо себя вести. Он говорит, да, я буду хорошо себя вести, она забирает заявление, а дальше он бьет ее опять. Нам очень важен механизм, который называется охранный ордер. Он подразумевает то, что государство просто готово взять под свою защиту жизнь и здоровье пострадавших от насилия. То есть приезжает полицейский и говорит, вот охранный ордер, который запрещает агрессору приближаться к пострадавшей. Нет еще речи о том, кто прав, кто виноват. Это будет разбираться суд, если суд захочет, он уже на своем уровне свой какой-то ордер, свое ограничение внесет. Пока только их развести в разные стороны. Развести, не дать возможность звонить, не дать возможность там вступать в какие-то коммуникации. Что происходит сейчас? У нас побои, если мы будем даже говорить про повторные, которые уголовные, это дела так называемого частного обвинения. Это очень сложная процедура, потому что она перекладывает всю ответственность на пострадавшую. Вот если меня побили, это я должна идти и доказывать, что меня побили, я должна собирать все улики, что, конечно же, очень сложно сделать в психологически подавленном состоянии, очень сложно сделать без юридического образования. А если у кого-то украли кошелек, то государство говорит, все, мы тебя защищаем, сейчас мы быстро дадим тебе все полномочия правоукрательной системы, чтобы преступление раскрыть. И получается, что из-за этого женщины не идут. И вместо того, чтобы ее поддержать и понять, в каком состоянии она находится, и дать ей доступную психологическую, юридическую помощь, все только мечтают, чтобы она поскорее забрала, и своими бумажками здесь никому не омрачала жизнь. Я скажу, что в нашем законодательстве, например, есть такая статья, как истязание. И речь идет там не только про физическое, но и про психологическое. Но, во-первых, у нас даже Верховный суд не может понять, что такое систематическое, да, вот это вот истязание. Два это раза или 222. А во-вторых, эту статью не хотят применять. Еще сложность в том, что в нашем российском контексте, из-за того, что у нас вот нету правильного отношения к этой проблеме, из-за того, что у нас на государственном уровне эту проблему не признают, у нас очень часто не используют те правовые механизмы, которые уже существуют. Например, у нас есть статья «Угроза убийством». Она существует, но она не работает. Мы знаем про случай Маргариты Грачевой, которой отрубили кисти рук, про то, что она приходила в полицию. Сейчас мы знаем, что в Архангельске сегодня возбудили уголодное дело за халатность полицейскому, который не принял заявление, не принял мер. До этого были случаи в Нижнем Новгороде. То есть эти полицейские могли уже включиться, могли уже начать что-то делать. Они не делают. Скажи мне, а ты когда пошла все-таки в полицию, подала это заявление? Когда он мне стал угрожать по поводу сына, что он заберет сына, тогда мне пришлось это сделать. Когда я пришла в полицию, и когда я рассказывала всю эту историю, сидел мужик, который настолько проникся всем этим. Он мне просто молча сделал вот эту вот бумагу. Он мне сказал «good luck». Да, а не приближение. Насколько действенен этот закон в Америке действительно? А не приближение? Да, насколько он помогает. Он помогает. Он помогает. Потому что если ты видишь этого человека, предположим, ближе, там есть на 50 метров, предположим, он не имеет права к тебе приближаться. Я уже не говорю о том, что он может подойти и тебе что-то сделать. Да. На 50 метров. И если такое происходит, ты идешь в полицию и заявляешь, и говоришь о том, что вот этот человек меня беспокоит. Все, этого человека арестовывают тут же. И что ему? Это административная? Ему грозит тюрьмой. Уголовная? Конечно. Да. Это работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам нужно еще две волонтерские группы запустить. Нам нужно запустить в понедельник вечернюю группу, и нам нужно запустить группу выходного дня. Я так понимаю, что у вас нет никакой личной истории того, почему вы вдруг этим занялись. Да. Когда почему? Я больше шести лет занималась правом СМИ. У меня диссертация про это, и работала я в общественной коллегии, пожалуй, на прессу. Я прочитала статью журналистки Анны Живнирович, и это материал, который меня действительно поразил. О чем она? Во-первых, она большая молодец, что она набралась смелости рассказать об этом. Материал был из двух больших частей. Первая часть непосредственно о том, как она была в отношениях с молодым человеком несколько лет. Они решили расстаться. Это было ночью, поэтому они решили, что вот они уже лягут спать, и с утра уже начнут думать, как дальше жить. И этой ночью он ее начал сбивать. Он на нее сел, избивал ее и говорил, вот теперь это твое истинное лицо Анечка. И если увидеть эти фотографии, это просто чудовищно. То есть это просто синее лицо. Абсолютно ничего не разобрать. Она вошла в полицию, где, безусловно, и сказали, что это сама виновата, домашнее дело и тому подобное. И меня поразила реакция, как много людей начали в ее поведении искать неправильное. То есть вот уже очевидно, что случилось чудовищное. Очевидно, кто, грубо говоря, прав, кто виноват. А вторая часть материала была про то, как она общалась с нашей правоохранительной судебной системой. И по итогам этого человека амнистировали в честь победы в Великой Отечественной войне. То есть это была та абсурдность со всех сторон, которая не могла уложиться у меня в голове. И я совершенно случайно... То есть я начала об этом думать, я уже пыталась понять, что делать и как быть. И совершенно случайно увидела опять-таки интервью Марии Довтян, которая рассказывала на одном из телеканалов про историю как девушку. Изнасиловал полицейский. Она пришла в полицию писать заявление. Но это было тоже отделение, где работал этот человек. И мне просто не взяли заявление. И я абсолютно наивно написала, здравствуйте, я юрист. Я ничего не знаю, но я хочу заниматься этой проблемой. И я изначально хотела устроиться в какую-то из организаций, которые уже этим занимаются, чтобы узнать опыт, понять, почему эта проблема есть, как быть. У нас очень мало организаций, которые занимаются этой помощью. У них очень ограничены ресурсы. У них банально не было даже возможности мне что-то предложить или как-то включить меня в свою активность. И сначала я посидела, подождала, а потом решила, что нужно уже как бы начинать и делать. А после скольки лет совместной жизни он первый раз это себе позволил? Так, значит, вот в 2011-м мы начали с ним совместное проживание, и мои выборы были в 2012 году. Через год? Да, вот год. Год совершенно нормально был период такой вот, как-то я не люблю это конфетно-букетный, вот, такое клише. Но, тем не менее, это было действительно так. Это все начиналось резко. То есть он резко бросался с такими вот прямо, ну, красными, агрессивными глазами. То есть я даже не успела никак среагировать. Ты просто сидишь разговариваешь с человеком, даже не на повышенных тонах, то есть даже его не оскорбляешь, ничего. Просто ты же какую-то произнес вот эту вот фразу, которая для него оказалась каким-то вот тем самым мотором, да, к действию. И вдруг тебе совершенно расслаблено сидящий в кресле бросается как зверь человек и начинает тебя ударять по голове. Вот, то есть в связи с того, что там ты падаешь вместе с этим креслом, и потом он так же резко как-то прекращает это, убегает, прибегает, извиняется, и начинает сразу тараторить, что извини, у меня это было, такое у меня со мной бывает, я не могу контролировать себя, у меня падает планка. У меня было девять сотрясений мозга. То есть это я узнаю уже после того, узнала после того. Это он говорит. Да, это его слова. Ну, и раскаивается, чуть ли не со слезами на глазах. Вот, и поэтому... И вы начинаете его жалеть. Я начинаю его жалеть. Я вот первый момент, я его жалела. То есть бедный человек с девятью сотрясениями мозга, вот, наверное, действительно, вот, и начинаю копать себя, в себе копаться. Что я как-то не то сказала. Что-то не то сказала. Наверное, я как-то не так что-то делаю. Наверное, то есть я начинаю заниматься вот этим самоедением, так называемым, выискивать, что же я делаю не так. Хотя это вот крайняя ошибка. Вот это как раз приводит к выработке вот этого синдрома жертвы. Через сколько это еще раз повторилось? Ну, это было с периодичностью где-то раз в три месяца. Сколько вам грозило? По этой статье десять лет. Ощущение свободы. Побила себя головой об стену и пошла резать? Ну, в смысле, как себе все эти люди объясняли все ваши увечья? Они как? Они просто закрывали на это глаза. Когда еще были следы, они очень долго были. Я пролежала в больнице очень длительное время. Пожалуйста, проводите экспертизу в рамках этого дела. Разбирайтесь. Нет, никто ни в чем не разбирался. Экспертиза не была проведена. Вытащить правду у него, это, по сути дела, очень легко. То есть просто хотя бы вызвать его на допрос. Ну, как они вот в Следственном комитете, допустим, все, что хочешь, применят и выявят правду. Здесь это было никому не нужно. Абсолютно. Просто не было таких случаев самообороны или что? Нет их. Они были. Они были. И все было прекрасно. Женщины сидят. Вот до недавнего времени это вообще, мой случай, это вообще практически прецедент. Сегодня в тюрьмах России почти 50 тысяч женщин. 20% из них сидят за умышленное убийство, хотя многие уверяют, что это была самооборона. В 97% случаев орудие такого убийства – обычный кухонный нож. И, как правило, речь идет об одном единственном ударе в грудь наотмашь. Вот вам еще несколько цифр. 2 миллиона россиянок в год обращаются в полицию за помощью. Половине сразу отказывают в возбуждении уголовного или административного дела. Только везучим удается увидеть обидчика за решеткой. За прошлый год из 2 миллионов домашних тиранов наказали, внимание, всего 20 тысяч. В остальных случаях женщины боролись за собственную жизнь подручными средствами. 27 сентября 2018 года судья Басманного района у суда города Москва-Сафина с участием старшего пресс-секретаря судебного заседания Фролова, с участием старшего прокурора отдела управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Путочко, старшего следователя по особо-выборным делам, руководствуясь статьями 105-1-110 Уголовно-процентрального кодекса Российской Федерации, постановил. Изменить обвиняемых 4 на Кристине Михайловне. У нас государство вообще относится плохо к тому, чтобы граждане брали, так сказать, свою защиту в свои руки. У нас никакого там гражданского оружия, как вы знаете, близко не существует, гражданского ареста, как в Америке, у нас тоже не существует. То есть у нас считается, что все, вообще насилие должно быть максимально делегировано государству. Поэтому понятие самообороны у нас очень ограниченно понимается. И действительно, там убивший человека, который залез в тебе в дом, ты попадаешь под очень большие риски быть посаженным за это самое убийство, потому что предполагается, что ты должен позвонить в полицию, а дальше вот сидеть и ждать, пока полиция приедет, а не вот это вот, понимаете ли, не устраивает суд линча. Как описана самооборона в нашем уголовном кодексе, это совершенно не подходит под ситуацию домашнего насилия. То есть это надо выделить все равно, да, вот эту самооборону, несколько конкретизировать. А там что написано? Самооборона – это когда тебе пистолет поставили к виску, а ты ножом. Ты можешь ножом ударить. Вот пистолет у тебя у виска, вот сейчас он может быстрее выстрелить, правильно? Ну, тем не менее. Вот, это самооборона. Вот, если против тебя с ножом, а ты не знаешь с чем, то это тоже. То есть вот это вот адекватность, как сказать, оружия. Да, наверное, так. В смысле, если вы друг другу одинаковым оружием? Ну, типа того, да. Понятно. Если он на тебя с кулаками три года, а ты потом пистолетом, то это нет? Это нет, да. Это нет, вот. И я вот такой же, как вы мне сейчас вопрос задали, я задала такой же вопрос начальнику следствия. Я говорю, вы считаете, что кулаками убить нельзя? Он говорит, конечно, можно. Но у нас на практике вот такое понятие самообороны. Понятно. На вас с пистолетом не нападали. Начали с моих, изменили концепцию. Как тебе объясняете, что вас оправдали? К счастью, вот просто мне, я считаю, и повезло тоже, да, что встретились такие мне люди, как мои адвокаты, они были всем. То есть это и психологи, и адвокаты, и собеседники, и там жилетки порой даже. Но при этом мега грамотные люди, которые вот смогли так и меня настроить, они смогли и провести так процесс. Вот что. Не осталось как бы уже другого варианта, как только признать, что все-таки это, что я оборонялась. Что ты планируешь делать? Понятно, что 16 сколько лет? 14. 14 лет. А 14 лет, как бы вроде много, вроде мало. Я не знаю, менять место жительства. Там же еще всякие УДО могут быть. Да, может, да, по статье есть УДО, но надо, опять же, у меня моральная компенсация. И почему у нас вначале она была 8 миллионов? Потому что, ну, УДО невозможно, пока человек не выпил от тела. Ну, моральную компенсацию. Но судья снизила до 2 миллионов. Про переезд, да, я думаю, но это я точно не буду афишировать в СМИ, а то всегда все спрашивают. Естественно. Да, я перееду туда-туда. Ну, в смысле, это единственный вариант, как понимаешь, что бежать. Конечно, я боюсь, я понимаю, что наши органы меня не защитят. То есть ты сейчас в бегах. Ну, получается, да. Она подтолкнула меня быстрее собрать чемодан и свалить тот факт, что он просто в один прекрасный день пришел и сказал, что я на завтра договорился с нотариусом, завтра мы к нему едем, ты полквартиры на меня переписываешь. А там в дальнейшем, если захочешь свободы, ты просто уходишь, а ребенок остается со мной. Мне, как вы в кризисном центре сказали, вам главное сейчас не контактировать, чтобы не было угроз, чтобы не было давления психологического, чтобы вы, как сказать, и психически, и вообще во всех отношениях, и физически были свободны и занимались как бы своей жизнью, жизнью ребенка. На данный момент единственный способ пока уйти, залечь на дно, как говорится, адвокат занимается алиментами, ну, квартиру пока пусть она стоит, там, когда-нибудь, там, мы вернемся, там, не знаю, либо мы продадим ее, либо сдадим, не знаю, там, уже это, это уже другой, как говорится, вопрос. На данный момент нужно взыскать алименты, определить место жительства ребенка, а так вот основной момент, что пока не пройдут судебные вот эти все решения, пока не придут. Ты должна будешь сговорить. Да, контактировать нельзя. Это только первая часть серьезного разговора. Во второй части мы расскажем о Дагестане и его правилах по воспитанию жен. Мальчик, он больше привилегий имеет в семье, его как на пьедестал ставят. Ему всегда больше должны, ему, он должен получать больше. Он меня вот так за голову брал и прям стенку. Я, честно, я боли не чувствовала, когда он меня бьет. У меня ребенок синий там лежал, а я не знала, что делать, а он меня бьет, понимаете? Посмотрим, как женщины помогают женщинам, куда бежать и где прятаться от насильников. Баранины много. Да, у нас это еще не вся. Не, ну тут точно с голоду не помрешь. Даже у меня дома в холодильнике столько мяса нет. Вот как заботятся. Спросим у депутатов, почему так сложно принять закон о домашнем насилии? Кто, по-вашему, главный враг? Мизулина Плетнева. Ну, Тамара Васильевна... Ее били в детстве и в замужестве, она это не скрывает. И расскажем, что конкретно делать, если тебя ударили. При нажатии соцкнопки можно сделать так, чтобы была отправлена смс до четырех близких человек. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...